Чай 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 Информация Согласно которой, каждая китайская девушка мастерила себе шарик из шелковых нитей, вкладывая в него свою любовь, чая и надежды. Если девушке грозил брак с нелюбимым, она могла взобраться на самую высокую башню города и бросить шарик тому, кого она любит. Если парень сумеет поймать шарик, он женится на этой девушке. Поэтому она называет шарик небесы. Она выбирает любимого человека, чтобы не выйти за нелюбимого. Вот такой он чай, поэтичный, ароматный и сказочный. Важно правильно заваривать этот чай. Чтобы насладиться чаем, лучше заваривать его в прозрачном чайнике, чтобы видно было. Тогда вы увидите всю красоту распускающихся чаинок. Вот опускаем волшебный шарик. Где-то на 500 миллилитров один идет, как у нас чайничек. Вот температура 85-90 градусов. Подождать несколько минут, 3-5 минут, полюбоваться, как маленький невзрачный шарик постепенно раскрывается, становится красивым цветком. Даже если вы не являетесь чайным эстетом и варманом, вы все равно сможете в полной мере насладиться чудесным вкусом, тонким ароматом чая Лиджи. Нельзя долго оставлять настой в емкости с цветком, иначе чай начнет горчить. Ну, вы это знаете, да, что долго нельзя держать в воде. Вот, цвет настоя золотистый будет. Аромат легкий, цветочный, вкус мягкий, медовый. И хранить надо в сухом месте, плотно закрывая крышечку, баночки, чтобы чай не впитывал в себя сильные запахи, как обычно. Так, как мы храним все чаи. Так, цитата дня у нас сегодня. Берегите Землю. Это единственная планета, где есть чай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok